Простыми словами о сложных производственных процессах. На московском коксогазовом заводе прошла очередная, посвященная экологической теме, встреча с жителями муниципалитета. В роли гида по легендарному для нашего края предприятию выступил управляющий директор акционерного общества Москокс Сергей Билан, готовый ответить на любые вопросы гостей. А коксогазовый газ для чего используется? Для своих печеньев? Да, для своих печеньев. А он сжигается, а то куда продукты распадаются? Никуда. Там продуктов распада практически нет. Ну, вот дома, кто газовой плитой пользуетесь, газ горит, вы куда деваете продукты распада? Коксовый газ очищается до такой же степени, как и природный газ. Главными остановками экскурсии стали многочисленные площадки завода. Склад угля, коксовый цех, где уже при нагреве уголь превращается в кокс, выдача готового продукта из камеры. Такова основная технологическая цепочка. Осмотрели гости и модернизированный два года назад газгольдер. Важный объект с точки зрения экологии, именно как он снижает риски возможных выбросов из-за неравномерного давления в газопроводах. Экотемия Новоскоксе уделяется большое внимание. Это и модернизация станции биохимической очистки воды, коллекторной системе в цехе улавливания, и технология возврата газов обратно в хранилище. И масса других мер, которые позволят навсегда закрыть вопрос с запахом. Во время экскурсии мы, конечно, поинтересовались у гостей качеством здешнего воздуха. Я думала, что когда я приеду, я одену маску и буду ходить в маске, потому что какой-то запах будет. Нет, не ощущается никаких запахов. Когда я садился, в автобусе пахло. Я на чем-то, а здесь не замечается. Подобные ознакомительные экскурсии проводятся на Новоскоксе регулярно, чтобы любой житель муниципалитета мог сам оценить ситуацию.